После одного обстрела я прямо плакал и аплодировал. Они так нас проутюжили. Такие печальные последствия мы получили в результате СВО. Бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев признал, что украинская армия воюет гораздо лучше российской, а также заявил, что вторжение в Украину было ошибкой, так как СВО полностью провалилось. На днях Губарев провел встречу со своими подписчиками, в ходе которой рассказал, как он лично принимал участие в боевых действиях в Харьковской области в 2022 году. И вот по словам Губарева, тогда два украинских батальона буквально разгромили два российских армейских корпуса, которые по численности военных превосходили украинцев в 8 раз. Расскажи, как вы отбросали вас местные штурмы? Июнь месяц, фронт, участок фронта Богородичная, Краснополья, Долина. Против нас, против врага стоит два армейских корпуса, против нас стоит два БТГР. Это два батальона, два батальона усиленной артиллерии. И вот эти вот два БТГР, они вот эти два армейских корпуса привели за полтора месяца в полную небоеспособность. В полную небоеспособность. То есть, пока Путин рассказывает в своих выступлениях, что украинская армия несет потери в 8 раз больше, чем российская, Губарев, который непосредственно сам принимал участие в боевых действиях и непосредственно все видел своими глазами, прямо говорит, что на самом-то деле все ровно наоборот. И это Россия, имея преимущество в 8 раз, все равно терпела поражение и отступала. Бывший украинский журналист Чаленко, который был модератором этой встречи, даже не поверил этим словам и переспросил. И Павел Губарев уточнил. Паш, маленькое уточнение. Он сказал, что вам тогда на Харьковщине две украинские БТГР и привели за полтора месяца... В полную боевую небо... Два армейских корпуса. Это соотношение 1 к 8. То есть, сколько там было примерно у украинцев? Ну, корпус это 4 бригады. Там по 1800, смотри, там почти 8000 личного состава. И преимущество в технике тоже там в разы, там в 5-6 раз. В общем, 2-я армия мира в Харьковской области, имея 8-кратное преимущество перед ВСУ, была приведена в полную небоеспособность и фактически разгромлена именно в Харьковской области, после чего была вынуждена из этой Харьковской области практически полностью уйти. Когда же Губарева спросили, а в чем причина таких кошмарных результатов, он ответил, что причина во всеохватывающем вранье, которое просто парализовало российскую армию. Как устроена наша армия, это вранье сверху донизу. То есть, вот, надурить свое начальство, это доблесть в нашей армии. И до сих пор так осталось, ничего не меняется абсолютно. И вот они сверху донизу вот так вот всех дурят. Всех абсолютно. Украинскую же армию при этом Губарев откровенно хвалит и признает, что она мотивирована и организована гораздо лучше, чем воинство Шойгу. Структурно армия Украины, она построена горизонтально. То есть, у них все очень круто организовано. Во-первых, там интернет везде. Во-вторых, у них там вот этих коптеров малых, там у них это расходник просто. Хорошая организованность украинской армии, над которой Губарев раньше смеялся, настолько его впечатлила, что он, по его же собственным словам, аплодировал и плакал после того, как по его товарищам прилетали украинские снаряды. Они очень талантливо воевали, ну вот, по крайней мере, тогда, когда я был на фронте, я прямо, ух, я прямо, блин, после одного обстрела, я прямо плакал и аплодировал. Они так нас проутюжили, у меня там за спиной труп, здесь ранен, и там ранен, и там ранен. Ну что ж, согласитесь, тут есть чему поаплодировать. Дальше одна из подписчиц спросила Губарева, радовались ли простые гражданские украинцы российскому вторжению и ждали ли в Украине прихода русского мира, на что Губарев достаточно откровенно ответил, что во всей Киевской области он встретил аж одну семью, которая была рада приходу российской армии, и это была семья священника московского патриархата. Когда захотели колонны в Киевскую область, встречали ли вы тех, кто действительно ждал русский мир? И вот были ли там еще такие люди? Да, были. Несмотря на киевскую пропаганду? Были. Была одна семья, это священник русской православной церкви, его жена и дети. Все остальные смотрели на нас со страхом, испугом. В общем, одна семья была рада приходу российских военных, а остальные смотрели на них со страхом и испугом. Ну, то есть смотрели так, как и должны были смотреть на врагов и захватчиков. В общем, точно уж не такого приема ожидали российские патриоты в Украине. При этом сам Губарев признается, что его целью была месть гражданскому населению Украины за войну на Донбассе. Когда они спрашивают, что вы сюда пришли, мы им говорим, вообще-то мы сюда пришли за Донбасс мстить, такие смотрят, а что мы на Донбасс напали. В общем, неудивительно, что такие шизофренические откровения вызывали у украинцев полное непонимание, и даже сам Губарев, как мы видим, признаешь, что на него просто люди смотрели, как на дурака. Но надо отдать ему должное, как минимум одна здравая мысль в его выступлении все-таки прозвучало. Губарев признал, что нападение на Украину было фактически ошибкой, что СВО оказалось для России ловушкой и принесло только горе и печальные последствия. На СВО вот тут я уже не могу ответить, то есть кто такое решение принял, зачем. Вот казалось, что это правильно, то есть вот реально я на кураже шел, то есть в армию, там все, там... Сейчас, конечно, так не кажется уже. Сейчас кажется, что это какая-то ловушка, но так кажется только потому, что вот армия оказалась не готова, и что такие печальные последствия мы получили в результате СВО. В общем, как видим, после того, как Россия получила в Украине по зубам и получила крепко, даже до самых твердолобых и недалеких шовинистов, стало понемногу доходить, что нападение на Украину было все-таки ошибкой. То есть если раньше Губаревы такие, как он, смеялись над Украиной, кричали там «Ха-ха! Страна 404! Воевать не будет! Армия разбежится!» То сейчас они с ужасом пересказывают истории о том, как украинская армия громила российские силы, которые ее превосходили в 8 раз. И вы же сами слышите, да, это не то, что какие-то армейские байки, которые украинцы там сочиняют, да, это не я придумываю какую-то пропаганду. Вот непосредственно участник тех событий, россиянин, открыто говорит о том, как все было на самом деле. И я просто напоминаю, что завершить всю вот эту ситуацию, прекратить это позорище, выскочить из этой ловушки, как они сами говорят, да, что это была ловушка, выскочить из нее очень просто. Достаточно просто убраться из нашей страны. То есть заканчивайте всю эту идиотскую вообще мясорубку, да, забирайте свои войска, уходите, все, совершили ошибку, признаете это, тогда просто уходите назад в свою страну и занимайтесь своими проблемами, а нам, в свою очередь, дайте жить спокойно.